МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 10 февраля. В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки и культуры. 10 февраля 1890 года в Москве родился Борис Пастернак, будущий писатель. С самого детства в доме установилось господство музыки и красок. Его мать Розалия Кауфман была прекрасной пианисткой. Отец – замечательный российский живописец Леонид Пастернак. Сочетание музыки и живописи навсегда вошло и в жизнь, и в творчество Бориса Пастернака. Сам Пастернак изумительно играл на рояле. Еще не став поэтом, он попытался связать свою судьбу с музыкой. Свои первые произведения он решил показать Скрябину, давнему другу его родителей. По дороге к композитору юный Леонид загадал, что если Скрябин его похвалит, но переведет разговор на творчество Чайковского, то не стоит больше заниматься музыкой. Случилось именно так. И это Борис Пастернак воспринял как знак судьбы. Пастернак прекрасно владел английским, французским и немецким языками, поэтому известен не только как поэт и прозаик, но и великолепный переводчик Шекспира, Гетте и других известных авторов. 250 строк в день не меньше переводил Борис Пастернак. И вместе с этим писал собственные стихи и прозу. В 1943 году Борис Леонидович ездил на фронт. Вернувшись, написал очерки в армии, стихи «Смерть сапера», «Ожившая фреска», «Весна». Они вошли в книгу на ранних поездах, как и цикл «Переделкино». После войны Пастернак написал роман «Доктор Живаго». В Советском Союзе «Доктор Живаго» был запрещен к публикации. Роман не отвечал требованиям и нормам социалистического реализма. Тайно переправленный на Запад он был опубликован в Италии. В 1958 году Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию, которую поэт так никогда и не получил. Надо сказать, что формулировка Нобелевского фонда, казалось бы, не несла ничего антисоветского за выдающееся достижение в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы. И тем не менее, в тот же день проходит заседание правления Союза писателей СССР, рассматривавшего вопрос о действиях Бориса Пастернака, несовместимых со званием советского писателя. Сам Пастернак на заседании не присутствовал. Но из Союза писателей был исключен и отказался от премии. «Я пропал, как зверь в загоне, Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу хода нет» – так описывал Борис Пастернак свою жизнь после издания романа «За границей». В 1959 году вышла последняя книга стихотворений Пастернака «Когда разгуляется». 10 февраля 1911 года в семье адюнкт-профессора родился Мстислав Келдыш, будущий математик, президент Академии наук СССР, трижды герой социалистического труда. В 1927 году Келдыш окончил школу со строительным уклоном, но его не приняли в строительный институт. Были сложности и с поступлением на математическое отделение МГУ из-за социального происхождения и наличия парижского дяди, ушедшего с белой армии. Келдыш сумел добиться всего за счет исключительных способностей. Институт он все-таки закончил. В 27 лет стал доктором наук, в 32 – членом-корреспондентом Академии наук, в 35 – академиком. Мстислав Всеволодович успешно вел научные работы по предотвращению разрушения самолетов. Вместе с Королевым и Курчатовым он руководил созданием ракетно-ядерного оружия. В середине 1950-х годов состоялись первые испытания советских водородных бомб, а вскоре прошли и успешные запуски крылатых ракет. В октябре 1957 года был произведен запуск первого искусственного спутника Земли. Келдыш вспоминал, мы работали самозабвенно, но не задумывались о значении своей работы. И только когда, едва отдышавшись после запуска, мы услышали, как воспринимают этот запуск во всем мире, мы поняли, что начался космический век человечества. В 1961 году, после полета Гагарина, Келдыш стал президентом Академии наук СССР. Как пишут в справочниках, Келдыш внес большой вклад в развитие современной аэродинамики и ракетно-космической техники и сыграл огромную роль в становлении в стране вычислительной техники. Десятого февраля 1938 года на свет появился хорошо известный нам автор детективов Георгий Вайнер. Он написал произведения «Я следователь», «Визит к Минотавру», «Лекарства против страха», «Гонки по вертикали». Все они позже были экранизированы. В соавторстве со своим братом Аркадием, тоже литератором, Георгий Вайнер написал роман «Эра милосердия». Позже по этому роману был поставлен один из самых популярных отечественных фильмов «Место встречи изменить нельзя». Всего же на творческом счету Георгия Вайнера, одного из корифеев отечественного детектива, более 20 фильмов и более 150 книг, выпущенных в разных странах мира. Сегодня 10 февраля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день произошли многие интересные события в области культуры и науки. Об одном из них мы и расскажем вам. 10 февраля 1937 года был создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Государственный академический ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева или ансамбль Моисеева, как все привыкли его называть, знают и любят во всем мире. Мысль о создании ансамбля возникла у артиста и балетмейстера Большого театра Игоря Моисеева после Всесоюзного фестиваля народного танца, состоявшегося в 1936 году. Днем рождения ансамбля принято считать 10 февраля 1937 года, когда в Москве состоялась первая репетиция будущего ансамбля. А уже спустя 12 месяцев ансамбль танцевал на правительственном концерте в Большом театре. Вначале ансамбль назывался Государственный ансамбль народного танца СССР. С 1991 года Государственный академический ансамбль народного танца. С 1965 года ансамбль стал называться Академическим. С 1940-х годов Государственный ансамбль народного танца гастролирует по всему миру. Танцовщики Игоря Моисеева были первыми советскими артистами, представляющими нашу страну за рубежом. А теперь мы расскажем вам о погоде в этот день в разные годы и века. 10 февраля 1850 года в Нахищеване и Пятигорске произошло землетрясение. 10 февраля 1910 года в Венден в Германии прилетели скворцы. 10 февраля 1946 года в Вологде морозы достигали 41 градуса. Сегодня 10 февраля. Наша программа подходит к концу. И самое время заглянуть в народный календарь. Сегодня день преподобного Ефрема Сирина. На Ефрема ветер подует к сырому году. Ветер на Ефрема понесся. Лето, скорее всего, будет сырое и холодное. Ефрем – сверчковый заступник. На Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых. Ни тараканов, ни клопов, ни сверчков. Домовой обидится. В этот день домового задабривают и закармливают. На Ефрема в день в старину унимали домового. Для суседушки так по-другому называли домового. Ставили мисочку с молоком, угощали. Уговаривали не вредить хозяйству, а помогать. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова